доброе утро всем братьям и сестрам во христе иисусе все кто к нам подсоединяется хотелось бы с вами порассуждать на некоторые мысли с утра и так хочу изначально сказать что цель вообще утреннего видения всех людей которые хотят себе действительно дисциплинировать жить каждый день с господом для этого надо обязательно сформировать правильные цели ценности критерии сосредоточиться на правильных вещах если это станет привычкой нашей жизни тогда действительно сила божья будет работать нашей через нас и в нашей жизни увидим как в господь созидать нашу семью нашу психику наш внутренний баланс как бог работает она нашей карьере как бог работает через нас там где мы находимся в учебе в институте школе как на работе в бизнесе или в политике поэтому суть уже десятый месяц я вот именно этим занимаюсь поэтому вы можете находиться кто-то сначала начал делать для своих верующих из нашей своей церкви потом я знаю что начали присоединяться другие люди тут вообще не в церкви входит кто-то другой церкви поэтому добро пожаловать прославляйте господа находитесь своих церквях но живите христианской жизни и так сегодня мысль который хотел я чтобы мы с просуждали сегодняшний мне хоть и конец года но и многие готовятся к празднику но все равно еще есть рабочие недели и нам надо действительно делать божие исполнять божью волю и так отдавать и откроем 2 коринфянам 10 глава и тут павел пишет коринфянам ибо 3 стих ибо выходя по плоти не по плоти воюете оружие воинства не нашего не плотки но сильный богом на разрушение твердыни им не не спровергаем замыслах и всякое превозношение устающее против познания божьего и приняя всякое помышление в послушание христу и готова наказать всякое непослушание когда ваше послушание исполнится смотрите против чего надо воевать не против людей вот я проповедовал один мне брат как пастор не разводиться есть уже жена женщина вообще ну не так вот никак сворачивать как не разводиться чуть делать ну я его понимаю что недавно в церкви недавно я пошутил куда-то траве я но это шутка а я почему потому что важно понять что не важно что делать другой человек ты делать то что ты должен делать и когда ты будешь делать то что ты должен делать когда бог будет работать с тем кто вокруг тебя если люди не способны не могут тебя манипулировать тобой твоим мышлением твоими поступками а только господь может это все делать твоей жизни то тогда людям тогда бог будет работать с этими людьми потому что ты ты действительно стоишь на правильном основании и так вот смотрите исцеление жизни оно находится когда мы не спорюгаем твердыни то есть вот кто такой христос христос это слово божие евангелие то она один 14 и слово стало плотью обитала с нами и когда мы пришли господу мы пришли вот уверовали нам был духом святым дал благодать понимать слово божие но хотите и не хотите но твердыни которые в нашем разуме в нашем сердце нашем образе жизни они выстроены это наши привычки это наше суждение это наши взгляды и и поэтому мы и поэтому у нас такая жизнь то принципе разрушены у многих и вот надо вот эти твердыни не спровернуть а как вот их не спровернуть постоянно слушать слово божие это не получится а целование там иконы или там целование там еще чего-нибудь или поклонение чему-нибудь это не получится мышление может нужно только изменить а как ее изменить их надо с ним спровернуть и поэтому Ну, исцеление всей нашей жизни, оно происходит сначала, а вот исцеление нашей души. Что такое душа? Это наши воли, эмоции, разумы. То есть, по сути дела, мы должны работать со своим мышлением, со своим разумом, со своим сердцем и со своей психикой. То есть, вот когда Иисус начал служение, Он сказал такие слова. Придите ко мне все туждающие времена, и я успокою вас. И вот люди беспокоятся. И чтобы в жизни не беспокоиться, люди обращаются за советами. За советами к разным людям, или в своем разуме находят какие-нибудь оправдания, как себя успокоить. Но Иисус пришел дать нам совет свой, свой от Бога. И Он сказал, если ты будешь слушать Мой совет, не совет этого мира, который приходит от лукавого, а слово от меня, и в этом надо будет находить покой, то мое слово, во-первых, самое, что ни на весь мутрое, никто лучше Бога не даст тебе совет, никто лучше Христа не даст тебе совет. Но также мой совет, мое слово, оно исполнится так, что даже, может, ты увидишь из невидимого, как происходят видимые вещи. И когда мы утром просыпаемся, очень важно следить, проверять свои мысли. То есть в течение дня нужно всегда проверять мысли. Особенно когда утром, да, когда мы говорим о том, что проснуться, надо иметь молитву, надо иметь слово, надо иметь момент проповедования кому-то, чтобы твое окружение менялось. Но все начинается с проверки своего мышления. Вот я уже 17 лет пас, уже скоро 18, и вот я вижу такой момент, приходят люди, и в церковь в воскресенье, или я с ней встречаюсь, они что-то говорят, у них потухший взгляд, у них есть разные трудности. И я начинаю смотреть на правильность их мышления, как они мыслят. И когда человек, вот он волнует, его что-то не устраивается, у него война-то идет, прежде всего, со своим мышлением. Если у человека неправильное мышление, то неправильные мысли, они приведут в неправильное состояние его сердца и его психическое состояние. То есть, когда у человека неправильное мышление, у него не будет правильного суждения. А когда есть неправильное суждение, и поступки будут неправильные. И вот, ну, например, вот я говорю, что вот, допустим, некоторые вот мне говорят, что некоторые мирские люди живут лучше, чем верующие. Ну, я говорю, ну, это неправильное мышление. Почему? Ну, если бы можно было быть счастливым без Христа, зачем Христу приходить? Христос говорит, Господь сказал, ибо, ну, как бы, весь мир без него погибает. Поэтому он и пришел, чтобы никто не погиб, но имел. Это вот, жизнь вечная, это неправильное мышление. Или вот, ну, еще вот, я вчера, у нас было Рождество пасторское, и многие постарагивали, вот в этом году кто-то там купил себе квартиру, и говорит, не на пожертвование. Я слушаю, ну, да, я тоже себе квартиру и дом построил, не на пожертвование. Но это неправильное мышление. Все верующие должны, простые верующие, лидеры простых верующих, они должны понимать, что отчего происходит победа в нашей жизни, и отчего пришли проклятия в нашей жизни. Победа в нашей жизни происходит только тогда, когда нам дается правильное, живое слово. Как строить свою семью, как, что любить, на что прилагать в свои усилия, какого завета держаться. И кто это слово должен нам сказать? Это пастор. И слава Богу, когда пастор может действительно целыми днями читать слово, выходить в эфир и говорить живое слово для тебя. Тогда, если ты упустишь, когда люди упустили слово, тогда у них и все проблемы пришли. И пастору, пастору, я вижу неправильное мышление, что я должен сам себе заработать на квартиру, на машину. Нет, верующие должны всем этим обеспечить. Ты должен говорить им живое слово, чтобы их жизнь менялась. Чтобы они были благословенны. Это неправильное мышление. То есть, вот смотрите, надо всегда проверять мышление, подчиняясь ли я слову Божему или нет. Развестись с мужем или с женой. Уйти из церкви. Не проповедовать слово Божие. Не быть в команде. Роптать. Быть недовольным. То есть, вот это вот мышление, когда вот что ты, как Филатов говорил, что ты голубь сам не весил, что ты голову повесил. Пробы зайчи поймет, он ядреный проймет. Ты куды целебний мед, хоть по вкусу, а не мед. То есть, вместо того, чтобы менять мышление, мы думаем, что от перестановки мест слагаемых сумма поменяется. Мы думаем, что если мы переедем в другую страну, у нас будет лучше. Мы думаем, что мы переедем в это самое, поменяем церковь, у нас будет лучше. Жену или мужа поменяем, у нас будет лучше. Ребята, нет. Верующие люди должны не так думать. Верующие люди должны понимать, что там, где я, там Бог. А если Бог со мной, значит, то место будет благословенное. Мне просто надо иметь правильное мышление. И вот каждое утро, когда мы сосредотачиваемся на правильном мышлении, то мы разрушаем в нашей жизни твердыни. Твердыни, неправильные взгляды, неправильные цели, неправильные ценности. То есть, и по сути дела, неверие, оно разрушается в нашей жизни. И когда неверие разрушается в нашей жизни, когда мы научимся правильно мыслить, вот все, что приходит, вот приходит страх, например. Пришел страх. Ну, подумай, может ли чадо Божье бояться? Остановись, успокойся. Вот я за этот год, подводя итоги, я, знаете, еще заметил, что меня вывестись, ну, как бы, в какое-то состояние можно, ну, на 30-ти час. То есть, я не думаю о каких-то проблемах, вот вообще, не переживая больше часа. То есть, я сразу останавливаюсь, успокаиваюсь, и начинаю приводить в порядок свое мышление. Что, и да, Иисус есть Христос, эта ситуация была дана, дай мне Бог увидеть в этом плане. И как мне реагировать на то, что происходит вокруг меня? Это, конечно, и когда вот у тебя, вот ты будешь работать над своим мышлением, у тебя выработаются Божьи стандарты, и в жизнь придет баланс. Баланс с эмоциями, баланс с психикой. Ты в балансе будешь, как в семье, ты в балансе будешь, как на работе, как ты, вот этот баланс придет, как в церковь, ты будешь командовать. И тогда ты начнешь видеть, как Слово Божье наполняется силой Святого Духа, и оно начинает менять то, в чем ты вокруг находишься. Вот. И вот это Слово, оно становится плотью. Поэтому в сегодняшний день просто вот сосредоточься, начинай думать о том твоем мышлении. Вот это действительно так происходит, потому что когда Христос пришел, Он пришел заключить с нами завет, и Он заключил завет через свое Слово. А Слово это Христос. И многие люди, они не любят, ну, как бы, как бы, дьявол пытается сказать, что Слово Божье не будет работать, что будешь платить десятину, ты из долгов не выйдешь, или у тебя не хватит, тебе будешь служить, учиться проповедовать, у тебя не будет получаться, будешь частью команды, потеряешь свою индивидуальность. И много-много такого у людей, и люди не исполняют завет Христов. И поэтому не имеют победу, потому что всегда остановись и спроси, а это правильные мысли у меня? Мысли по отношению к жене, к мужу, к моему пастору, к моему начальнику, к моим братьям, сестрам. Вот если ты, вот Писание сказано, если мы научимся не спровергать замыслы, и всякое превозношение, восстающие впротив познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Смотрите, вот сила приходит только тогда, когда твое послушание Богу, оно исполняется. Настоящая сила, настоящая перемена, настоящая благая весть, настоящая Евангелие. Спасибо, дорогие, за ваше время, особенно, вот я вот еще раз говорю, что особенно для церкви, вот я говорю, вставайте утром, слушайте слово, сами читайте Библию, размышляйте. И вот кто-то думает, нет, я буду служить, я не буду слово утреннее слушать. Ну, задай вопрос, это правильное мышление, нет? Не слушать своего пастора. Если ты ответил на этот вопрос, то пойми этот рукав, этот вердыни. Поэтому пусть Бог тебя благословит, читай Библию, меняйся, и Бог мира это будет с тобой. До свидания.